очередная рыбалка приехали вот на такой красивый водоем закрытого типа здесь говорят проклевывается карпик в этом году мы его пытались искать на диких водоемах но к сожалению у нас ничего не получилось поэтому ребята мы здесь и будем пытаться поймать этого проказника быть может у нас что-то получится говорят он здесь сейчас не сильно клюет но у нас ведь есть боковые кивки наше секретное оружие я думаю от этой игры он просто не устоит погнали ребята все как обычно по порядку здорово пойдем искать 2 3 3 будешь ребята карпа пытаюсь ловить первый раз поэтому хрен его знает как пойдет дело такое думаю жмот пойдет для начала ребята видели эту поклевку тихо тихо это 6 ох и мощный идет 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 стой 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 вот он первый пошел смотрите какой тема почищенный класс первые ребята пошел поддеваем мотыля немного свежего и запускаем вновь а я не знаю а а Вот Смотрите, ребята, какая ситуация. Рыбачил я на леску 0,2 мм и на мормышку номер 8. В общем поклевок не было абсолютно. Потом я переменил и поставил 0,12 мм в качественную леску. Мягенькую и маленькую мормышку. Десятого номера. Уже два корпуса. Круто. То есть здесь нужна оснастка тонкая. Именно тонкая. Продолжаем. Смотрите, после каждого перенаживляю. Новый заряд. Попал в самую большую лобку, Артур. Кайфок. Черт, тихо. Смотри, нашёл какую-то ямку что-то. Смотри, нашёл какую-то ямку. После каждого карпа обязательно нужно делать новый заряд. Смотрите, какие красавчики. Это где-то полторушечка. Это чуть меньше, около 800. Круто. Смотрите, какая красота. Смотрите, какие красоты. Поклёвка. 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 Смотрите, какой. Ребята, плюс один карпик. Обязательно меняем мотылек. Чтобы у нас всё было всегда свеженькое. Какой принцип игры. Постоянно шевеление у дно. Постучали. Пауза 5 секунд 10 максимум. Постучали. Пауза 10 5 секунд максимум. И поклёвка долго ждать не заставляет. Сейчас уже 10 часов утра. У нас 4 карпухи. Круто. Вот на таком прекрасном ставке мы находимся. Народу не много. В основном все рабочат настоящие утилки. Согласен, на стоячку есть. Там один карпик. Там. Но там своя система. Не просто стоячая мормышка. Там. А там идут покатки. И крючки внизу, сверху. В общем, система своя. Соглашаюсь на карпа. Я сегодня попал первый раз со льда. Никогда ещё не ловил. И такой вот успех. 4 штуки до 10 часов. Это просто. Ну, я не знаю. Для меня это круто. Сопротивление максимальное. Просто я умею работать боковым кивком. И этот навык я получил ещё весною. Когда рыбачил осенью. И вот решил применить на карпа его зимой. Результат видите сами. Ребята, боковой кивок рулит. Поехали. Продолжаем. Ещё нужно взять трофеи. Ох ты. Киво. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чёртся-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это суть. Поехали. Есть, тихо-тихо. Чёртся. Всё-таки его ждали. Зачёт. Братва, 12 часов дня я нас поздравляю это наш первый выезд на карпа и такой успех 5 карпиков в лузе и это только с 7 часов утра и до 12 дня. Сейчас самое время объяснить то, как это вижу я. Удилка 80 сантиметров. Зачем она такая нужна? Для того, чтобы ваша спина была равна и вы четко рыбачили с одной лунки. Боковой кивок леска. Большое внимание нужно уделить вашей леске. Потому как на 0,16 и 0,2 карп абсолютно не клевал. Я просидел в районе полутора часа. И как только я поставил 0,12 миллиметров мягенькую драгановскую леску, я пользуюсь только драганом. Потому как цена, качество просто. Это даже не цена, качество. Качество просто огонь. Особо крупных карпов я еще не вытаскивал сегодня. Самый большой где-то 1,2 кг. Но тем не менее. Катушка обязательно с курком. Катушка кондор у меня. Ну и все. Мормышечка с чешуйкой, которая светится, блестит. И обязательно игра. Каждые несколько секунд мы стучим. 5-7 секунд пауза. Стучим. 5-7 секунд пауза. И вот на эту игру он подходит и устоять, как видели, сами не может. Смотрите. Не хочу ничего сказать, но на данный момент по карпам мы с вами лидеры. У некоторых, конечно, есть по пару карпов. Они рыбачат все на 4-5 удилки. Мы с одной удочкой взяли 5 карпуш. Круто. На сегодня, друзья, этот видеоролик я предлагаю заканчивать. Благодарю всех за просмотры. У кого есть какие вопросы, задавайте, спрашивайте. С радостью подскажу. А сейчас мы возвращаемся вновь на ту же лунку. И будем сидеть. Это наша одна рабочая луночка. Будем сидеть там с 12 до 6 вечера. Если что-то будет интересно, я обязательно в следующем видеоролике вам покажу. Все самое интересное впереди. Ребята, до новых встреч. Всем пока.